Продолжение следует... В заводах, комбинатах, в Республике Узбекистан такие предприятия известны. Они могут появляться по разным признакам. Но основные меры по предупреждению и аварии при использовании газа на народных хозяйственных объектах и бытовых условиях, они более-менее известны. Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Наиболее опасным является метан. Ну, метан известно, они выкачиваются из-под земли. Эти утечки могут появляться при хранении, при транспортировании газов, таких как метан, жизненный газ. А также в бытовых условиях могут появиться в квартирах, частных домах. Могут утечки появиться при упадке газового баллона в машине или различных ударах могут, а также различных регуляций при закрывании, при открывании, а также при неправильном использовании, плохой закрытии или же при изнашивании контрольных деталей. Утечка может вызвать у человека удущее отравление, может еще привести к взрыву. Необходимо знать и соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и уход за ними. в настоящее время почти что ежегодно увеличивается новое появление химических соединений и смеси. и все они могут создать аварию, которые могут привести к выбросу химически опасных веществ в атмосферу. Они могут представить опасность для жизни и здоровья людей, а иногда могут сопровождаться взрывами и пожарами. они не только действуют на людей, могут еще вызвать у животных болезни, то есть нарушается нормальная его жизнедеятельность. на человек кроме попадания через органы дыхания может действовать на кожу, на слизистые оболочки, если имеются раны, тоже. Может быть еще на пищевые продукты, которые иногда могут вызвать летальный исход. То есть человек может умереть. Химические отравляющие вещества может возникать при производственных авариях, может при стекийных бегствиях, а также при транспортировании. при транспортировании может быть вот на магистральных трубопроводах газа транспортируют на больших трубах. Это может быть в местах соединения или сварных соединениях есть утечка или там мелкие трещины. Вот оттуда могут забраться газ в атмосферу. Может возгораться и вызвать ожоги людей последующими может быть и взрывами, которые могут нанести большой урон хозяйству и людям. это какие нарушения? Если я сейчас вам назову эти нарушения, среди них первое место это хранение и транспортирование. Следующее несоблюдение правил техники безопасности. Затем выход из строя агрегатов, механизмов и трубопроводов. Неисправность средств транспортировки. Разгерметизация емкостей хранения. Превышение нормативных запасов. Эти поражающие факторы для людей, для человека, они выводят из строя работу предприятий, а также коммуникации, ритм производства снижается, осложняется жизнь в частных домах с образованием отравляющих веществ на людей или же вызвать пожары и так далее. Защита, в вопросе защиты защиты необходима в мере предупреждения, в мере действия. Для него составляют план действий по предупреждению и ликвидации совершенной ситуации на объекте, который разрабатывается заблаговременно, как правило, с приложением необходимых схем, таблиц и других документов. Ликвидация химически опасных аварий включает в себя комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в кратчайшие сроки для оказания помощи пострадавшим в районе аварии, предотвращение дальнейших потерь, восстановление жизнедеятельности населенных пунктов и функционирование объектов. Ну, какие еще эти мероприятия, где комплекс мероприятий входит сюда? Инженерно-технические мероприятия по правильному хранению, транспортировке, использованию, подготовка сил и средств для ликвидации химически опасных аварий, обучение порядку и правилам проведения поведения в условиях возникновения аварий персонала объектов населения, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, ну и повседневных химических контролей. Ну, есть тут еще прогнозирование зон возможного химического заряжения. Продолжение следует...